Здравствуйте, товарищи! Как консультант Российского комитета рабочих, семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов и Фонда рабочей академии приглашаю вас принять участие в организации работы Российского комитета рабочих. Российский комитет рабочих – это явление в нашей жизни необыкновенное. Я думаю, что и в нашей стране, и в других странах вы не назовете такой организацией или такого органа, который бы так формировался, потому что этот орган не формируется по партийному признаку, этот орган не формируется по территориям, это орган, который формируется по фабрикам и заводам, и это орган, в котором голосуют только рабочие. Это не значит, что там будут присутствовать только рабочие. Есть консультанты, доктора наук, кандидаты наук, есть люди, которые направлены профсоюзными организациями. Люди, направленные профсоюзными организациями, будут иметь, не являющиеся рабочими, будут иметь право совещательного голоса. Что такое совещательный голос? Это очень много. Например, Ленин и Сталин были совещательным голосом делегатами 7-го съезда РКВБ, ВКББ и РСДРП-Б, если вы будете абсолютно точным. И надо сказать, что они выступали с закладами, предлагали свои документы, предлагали решения, а голосовать, а решать должны были люди с фронтов. И у нас, так сказать, в этом Российском комитете рабочих голосуют люди с рабочих фронтов. То есть там, где на самом деле ведется борьба за заработную плату, за улучшение условий труда, за то, чтобы рабочий день не продолжался больше установленного, и за то, чтобы он сокращался и так далее. Вот такое заседание Российского комитета рабочих, очередное, пройдет 13-14 октября 2018 года в Нижнем Новгороде. Как на него идет делегирование? Делегирование идет таким образом, как группа рабочих, в количестве 5 и более человек, пишет документ о том, что они направляют рабочего такого-то Иванова на заседание Российского комитета рабочих, и что он является их делегатом. И все. Вот с этим документом товарищ рабочий приезжает на заседание Российского комитета рабочих. Заседание будет проходить 13 октября с 10 часов, регистрация делегатов с 9.20 до 10.00, а 14 октября с 9.00 будет в Нижегородском колледже теплоснабжения и автоматических систем управления. Адрес колледжа Нижний Новгород, улица Нартова, дом 23. Проезд от железнодорожного вокзала до остановки площадь Нартова на автобусе номер 26. При предварительной заявке возможно поселение иногородних участников заседания в общежитии колледжа. А чтобы сделать эту заявку, вот есть контактный телефон Российского комитета рабочих 8 920 292 26 41. Е-мейл. фра-лен-собака-мейл.ру Какие вопросы предполагается обсудить на этом заседании? Первый вопрос. Насущность борьбы профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников. Докладчик Алпаков. Это очень актуальный вопрос, потому что в связи с увеличением срока выхода на пенсию на 5 лет и для мужчин, и для женщин, которые, очевидно, пройдет, необходимо подумать, а как сохранить жизнь работников на этот дополнительный период. Всем понятно, что если больше работать, то больше не проживешь. Особенно во вредных и опасных условиях. А у нас 40% рабочих мест, это рабочие места со вредными и опасными условиями. Это не прогулки по свежему воздуху, не по лесу, не вдоль речки. А это такие условия, в которых человек сталкивается и с запыленностью, и с загазованностью, и с вредностью, и с электромагнитными колебаниями. И он сталкивается с тяжелым трудом, в том числе и с радиоактивными излучениями и прочее, и прочее, и прочее. Ну вот, поэтому надо подумать, посоветоваться, что нужно сделать для борьбы за увеличение продолжительности жизни работников. Второй вопрос – это борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов для увеличения продолжительности жизни работников. Это главное условие. Перейти к 6-часовому рабочему дню, и этот переход могут сделать только сами рабочие, если они организуют забастовку. И забастовку в такой форме, как забастовка бессрочная и не полное прекращение работы, а прекращение работы на 2 часа в смену. Тем самым смена становится 6-часовой. И поскольку забастовка бессрочная, и она в этом и состоит, чтобы на 2 часа меньше работать, ну и состоится переход к 6-часовому рабочему дню. В противном случае наши товарищи, даже если они получают больше зарплаты, они эту зарплату используют потом для лечения, поскольку болезни рабочих являются неизбежным следствием тяжелого труда и длительного труда. И третий вопрос – это актуальное содержание коллективных договоров. Докладчик каливает. Все докладчики рабочие, все товарищи, которые будут голосовать, тоже рабочие. И они увидят единственное место в мире, где рабочие все решают. И при этом они не брошены товарищами интеллигентами, а у нас достаточно серьезные консультанты научные, доктора наук, я, например, доктор философских наук, профессор Золотов, доктор экономических наук, доктор экономических наук Маазур, тоже консультант, кандидат медицинских наук и специалист по условиям труда Дегтярев, Денис Борисович. Я думаю, что вот есть самый необходимый состав и люди, практики, которые знают в своей шкуре, что какие условия и какая жизнь рабочих и что нужно сделать. И достаточно умные, чтобы на эту тему подумать. И с другой стороны, это люди науки, которые знают этот же вопрос научной стороны. В чем задача выработать такие рекомендации, которые будут рекомендациями для всех рабочих России, для всех трудовых коллективов? Какие должны быть рекомендации? Ну такие, чтобы мог любой рабочий взять и переписать на одной странице. Поэтому это для нашего брата, вот интеллигента, очень сложная задача, написать проект коллективного договора, который был бы не больше одной страницы. Но именно вот такое требование предъявляется к документам Российского комитета рабочих. Чтобы люди привыкали сами формулировать, что нужно делать. Не против чего нужно выступать, а за что. Вот для того, чтобы формулировать за что, нужно в этом тренироваться. И участники Российского комитета рабочих в этом как раз и тренируются. Они только делают хорошее дело, а можно тренироваться, только делая какое-то серьезное дело, важное, нужное и полезное. Сначала рассматривается проект, он голосуется на предмет принятия за основу. И если проект принят за основу, вот после этого в письменной форме принимаются им дополнения, изменения. И после рассмотрения всех этих дополнений и изменений обычно проходит вечер и ночь. На следующий день, в воскресенье, уже можно рассматриваться вопрос о принятии сначала принятия или отклонения тех или иных поправок и дополнения. И потом о принятии рекомендаций в целом. Рекомендация Российского комитета рабочих – это то, на что должны люди опираться по всей России в своей единой борьбе. И то, что обеспечивает единство борьбы рабочего класса России. А что касается предварительных документов, которые приняты заседаниями, собраниями и съездами самых боевых профсоюзов, принята программа задачи коллективных действий. С ней вы можете ознакомиться с программой профсоюзов задачи коллективных действий на сайте Фонда рабочей академии по адресу rpv.ru. Накануне, на день раньше, в 304-й аудитории того же колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления пройдет конференция профсоюзная, которая называется так «Пенсионная реформа и борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников». Вот эта конференция организовывается Институтом теории и практики профсоюзного движения Фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России и имеется приглашение на эту конференцию, подписанное председателем оргкомитета, директором Института теории и практики профсоюзного движения Фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России, доктора экономических наук профессора Золотова. Приглашение на научно-практическую конференцию. Приглашаем принять участие в международной научно-практической конференции «Пенсионная реформа и борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников», которая состоится 12 октября 2018 года в Нижнем Новгороде. Планируется выпуск сборника материалов конференции и принимаются статьи объемов до 7 страниц. Существенные выдержки из выступлений будут опубликованы также в газете «Народная правда». Отчет о конференции и заседании Российского комитета рабочих будет дан в Российской общественно-политической газете «Народная правда». И Ленру, Ленинградское интернет-телевидение, направляет туда своего корреспондента для того, чтобы сделать полную видеозапись заседания Российского комитета рабочих. Так что люди самых дальних краев, которым не доехать может быть по разным причинам, до Нижнего Новгорода, тем не менее смогут с этим познакомиться. Призываю вас, товарищи рабочие, участвовать в работе того органа, который является самым рабочим в России и во всем мире. Продолжение следует...